Добрый день, уважаемые присутствующие! Рада вас всех видеть. Спасибо большое за приглашение. Хочу поделиться опытом нашего хозяйства именно в откорме молодняка КРС. Наше предприятие называется ООО «Агропарк Развильный». Мы находимся в Песченокопском районе Ростовской области, в селе Развильном. Предприятие специализируется на доращивании и откорме молодняка крупного рогатого скота. Мощность предприятия составляет 5000 голов единовременного содержания. Закупаем молодняк различных пород в возрасте от 6-7 месяцев для дальнейшего доращивания и заключительного откорма. Входим в состав сельскооператива «Восход» обслуживающего кооператива, что нам значительно позволяет оптимизировать все технологические процессы на производстве, позволяет оптимизировать затраты, как трудозатраты, так и материальные затраты, потому что членство в кооперативе дает нам большие преимущества. Преимущество в том, что не нужно закупать дополнительную технику для обслуживания всех процессов, не нужно думать о том, где набрать компетентных сотрудников, что, думаю, все в этом убеждены, что кадровый голод, он есть даже на фермах. Это фотографии с наших площадок, животные, которые на откорме. Хочу поподробнее остановиться именно на процессе откорма. Факторы, влияющие на мясную продуктивность, одним из важнейших факторов является уровень энергетического питания. Чем им выше, тем выше и эффективность использования корма. При интенсивном выращивании непродуктивные затраты энергии питательных веществ, необходимых для именно поддержания жизнедеятельности животных, снижаются, в то время как энергия, идущая на рост и развитие мышечной жировой ткани, увеличивается. Таким образом, при выращивании молодых бычков для достижения ими кондиционной массы свыше 500 кг, уровень от уровня энергии где-то 30-40% исходит на содержание жизни, жизнедеятельности, а остальные 60-70% идут на рост и отложение жиров. И при снижении продуктивности среднесуточного привеса до 800-600 г на голову в сутки, эта пропорция меняется. Вторым фактором является сбалансированность рациона питания и техники кормления. Для того, чтобы повысить убойные показатели, необходимо пользоваться сбалансированными полнорационными кормосмесями, добавляя в рацион недостающие витамины и минералы в виде премиксов. Эффективность откорма зависит также и от породного типа крупноврогатого скота. Молодняк молочных пород позволит добиться убойного выхода в районе 50-55%, а мясных специализированных пород и поместных уже позволяет добиться убойного выхода свыше 55%. Потребность питательных веществ при откорме рассчитывается в зависимости от живой массы, возраста и породы животного. В течение первых шести месяцев необходимо следить за тем, чтобы в рационе присутствовали следующие компоненты. Жиры. С первого по четвертый месяц рацион должен содержать не менее 17%. На пятом, шестом и последующих месяцах не менее 10%. Белки. В течение первых четырех месяцев в рационе должно присутствовать 20-26% протеина. Последующие месяцы уже 15-17%. На заключительном откорме можно уже доводить до 12-14%. Углеводы. С первого по четвертый месяц также в рацион необходимо включать клетчатку. 10-11%. Из них крахмал 8-15%, сахар 14-16%. В 5-6-месячном возрасте эти компоненты уже составляют 18-19%. В дальнейшем от 15-16% и 8-12% в структуре рациона. Минеральные вещества. Полноценный рацион невозможен без премиксов. Телятам ежедневно необходим кальций из расчета 10-12 грамм на килограмм сухого вещества, а также железо в количестве 65-70 миллиграмм, цинк 0,40 и йод. Из витаминов одним из самых необходимых является каротин. 25-40 миллиграмм на килограмм сухого корма. Затем следуют витамины D 500-600 международных единиц и витамин E 35-50 миллиграмм. Из личных советов по премиксам использовать премиксы, где витамин А не менее 800 тысяч международных единиц. И так как премиксам срок годности полгода относительно какой премикс, какой срок годности, то производитель изначально закладывает витамина А больше, потому что витамины имеют свойство окисляться. Чтобы к концу срока годности соответствовало содержание витаминов в премиксе, поэтому из личного опыта советуем приобретать премиксы на месяц по потребности, чтобы у вас как можно был свежее премикс, и тогда содержание в нем витаминов, в частности А, Д и Е, будет выше в свежем, нежели в дальнейшем. Ненуждаемость молодых особей крупного рогатого скота в переваримом протеине зависит от возраста, составляет от 80 до 130 грамм на единицу корма. Интенсивное выращивание от корм предполагает строгий контроль за содержанием обменной энергии. В одном килограмме сухого вещества должно присутствовать минимум 10-10,5 мегаджоли. Содержание сухого вещества в рационе составляет 2,5-3,2 кг на 100 кг массы животного. Сырая клетчатка в рационе телят в возрасте до 4 месяцев должно составлять 10-11% от всего корма. После 6 месяцев она уже 18-20, а в заключительном периоде от корма 15-16%. Соотношение сахара и протеина в период выращивания от корма составляет 0,8 к 1, а соотношение крахмала к сахару 1,4 к 1,5. Основным фактором, определяющим какова концентрация обменной энергии в рационе, является соотношение между концентратами и грубыми кормами. Исходя из опыта, считается, что рацион, включающий только грубые корма, обеспечивает уровень обменной энергии около 8 до 9 мегаджолей. А при рационе, состоящем из 15-20% концентратов плюс к остальным грубым кормам, уровень энергии уже доходит до 9,1-9,3 мегаджолей. И увеличив уровень концентратов до 35-55% в структуре рациона, можно повысить концентрацию обменной энергии до 10-10,5 мегаджолей соответственно. На нашем предприятии проводится в основном с доращиванием и заключительный откорм. Все эти нормы телят с 4-х месяцев до 4-х месяцев зависят от системы содержания. При мясном поголовье теленок до 6-7 месяцев находится на пастбище с мамой. Поэтому все эти нормы он получает вместе с молозивом и с молоком. Но опыт показывает, чтобы в дальнейшем на доращивании эти телята давали большую продуктивность, то необходимо их в кормлении включать помимо пастбищной травы и молока концентратную часть. Для этого делают телятам такие лозы, чтобы на пастбище кормушки с небольшой крышей, чтобы корова не могла проходить, а телята могли. И на пастбище там рассыпать можно зерно овса. Зерно овса является отличным прикормом в пастбищный период для телят, потому что зерно овса приравнивается по белку, если брать, и по клетчатке. Это как 200 грамм хорошего сена и 800 грамм ячменя. И в зерне овса наиболее чистый состав и лучший по необходимым аминокислотам. Если теляту в волю кормить целым зерном овса, их желудки, рубец, он еще может его переваривать, то в дальнейшем на доращивании эти телята показывают наиболее лучшую продуктивность и наиболее лучший показатель скороспелости у них. Это касается телят мясных пород и гибридных. Что касается молочных пород, мы закупаем также телят в возрасте 5-6 месяцев и молочных пород. В частности, это галштинская порода. Эти телята наиболее капризные, нежели телята мясных пород. Но эти телята дают, конечно, не такую скороспелость и не такое в итоге качество говядины, как у абердинангусов, у гирефордской породы. Эти телята хорошо отзываются на откорм, но немного хуже именно в скороспелости. У них при весе среднесуточные достигают максимально 1,4 килограмма. Это я говорю о цифрах, полученных на нашем предприятии. Телята молодняк мясных пород. Это у нас чаще всего калмыцкая порода, гирефордская, абердинангусская, сементальская, шаровеская. У нас большая география закупки молодняка, потому что, как уже ранее спикеры сказали, что очень большой дефицит телят, откуда мы их только не завозим. Поэтому и породный состав разнится, и возраст доходит, стараемся от 6-7 месяцев. У нас больше объем это сезонная закупка молодняка. Мы покупаем весенних телят, осень, зимних телят. Но в течение года все равно периодически мы закупаем телят. А в течение года чаще всего это телята молочных пород. В данной таблице для наглядности выбрала бычков абердинангусской, сементальской, калмыцкой, русской комовой, казахской, белоголовой и гирефордской пород. Их продуктивные показатели. При поступлении возраст у них был 6-7 месячный и при снятии 18-19 месяцев. Живая масса при поступлении у них варьировалась от 190 кг до 260 кг. Это были абердинангусские бычки. И на убои живая масса была больше всего у абердинангусской и гирефордской пород. Следом шли калмыцкие, русская комола и казахская белоголовая. По абсолютным приростам лидировали, естественно, абердинангусские и гирефордские быки. У них и лучшая конверсия корма. Суточные приросты варьировали от 1,398 кг до 1,5 кг. Это наша средняя статистика по стаду. Выход говядины премиум класса это то, что мы просили, когда отправляли на забой, чтобы нам дали выборку, сколько процентов из души уходит на мраморную говядину. Лидерами были абердинангусская и гирефордская породы. Но русская комола, казахская белоголовая, та же калмыцкая. Эти породы дают мраморность не ту, которую мы привыкли видеть, товарный вид стейка, где прожилки такие, как мраморные, линиями. А эти породы чаще всего дают зернистую мраморность. На вкусовые качества это не так влияет, но товарный вид другой. В принципе, по выходам туши 56%, 53% сементальская и казахская белоголовая примерно на одном уровне. А все остальные дают выход свыше 55%. Все, благодарю за внимание, буду рада ответить вашим вопросам. Я с ним соглашусь, потому что я сама предпочитаю больше гирефордскую породу и шаролевскую. Насколько гирефорд лучше? Самое первое — это темперамент животных. У нас работники между собой даже эту породу называли бронежилет. То есть ему все равно, этому быку, что вокруг происходит. Ему дали направление движения, он двигается. Это значительно облегчает и обслуживание этих животных, и работу скотников. Гирефордская порода, она низкорослая и приобретает быстро округлые формы, откормочные. У них хорошая выраженная шея, у них хорошо выраженный круг. По продуктивным качествам не отстает и абердиногусская порода. Нельзя ее умалять. Но эта порода такая же, как и калмыцкая. Хоть это стадный, степной скот, но они очень активные на темперамент. Иногда даже агрессивные на темперамент. Поэтому я соглашусь по поводу гирефордской породы. И по вкусовым качествам их мясо, их стейки не особо отличаются от абердиногусской. Скажите, сложно приучать к вашему рациону телят закупленных на стороне? Нет, не сложно. У нас три стадии откорма. Вот поступают телята, поступают в карантинный комплекс. Во время этого нахождения в карантинном комплексе до срока месяца проходят все ветеринарные мероприятия. Проходят также параллельно приучения к нашему типу откорма. У нас концентратный тип откорма. Мы из состава первичной комбикорма, это отруби, мучка, кукурузная, жмахи. Делаем более легкий корм с протеином и большей частью клетчатки. И на этом комбикорме мы постепенно приучаем к вольному поеданию концентратов. То есть у нас три рациона. Первичный рацион, рацион доращивания и рацион на заключительном откорме. У нас концентратная часть поедается животными в волю. И также грубая. В структуре рациона на концентратную часть доходит до 70-80% сухого вещества в рационе. Из грубых кормов у нас сено, первый период от корма и солома. Солома ячменная, овсяная, зимая, пшеничная, гороховая, различные. Да, Сергеевна, вот Алексей Ильич Славович, когда приучил к комбикорму быков, бугалек, как он говорит, они у него едят в волю. Он дает комбикорма сколько, сколько они хотят. А вы дозируете? Нет, у нас тоже вольное. У нас сухой концентратный тип от корма. Комбикормы даются в волю. Тоже бункерное содержание, бункерное кормление. В бункеры самокормушки засыпается около 5 тонн корма. Они, бункеры, расположены смежно на 2 базы посередине. В этот бункер кормораздатчиком, вот как Алексей Вячеславович говорил, бункер со шнеком сверху задается комбикорм, и животное поедает уже из бункеров. Но на бункерный тип от корма больше, бункерный тип лучше для заключительного от корма. А во время приучения всего, чтобы соблюдать больше фронт кормления, я больше склоняюсь к кормовому столу. Своего маточного стада у вас нет и не будет? Нет, не будет. Я считаю, что маточное стадо целесообразно держать только там, где есть пастбище. Какого возраста обычно вы издаете на мясокомбинат и веса? 18-20 месяцев. То есть меньше двух лет, да, получается? Да, да. Ну, свыше 550 килограмм, что позволяет получить тушу весом 250-270 килограмм. Потому что дальше уже жирная туша получается, жировой полив большой, и продать ее тяжелее. Вот у вас нет законов, нет пастбищ, а вопрос навоза возникает. Как вы восприезжаетесь, куда девается? Раз у вас своих болезней нет, правильно? Мы входим в состав кооператива, который приобретал за счет грантовой поддержки технику, навозоразбрасыватели, прицепы, трактора. И у нас на площадках наших есть навозохранилище прифермское, где у нас навоз хранится. Получая переработку, мы ворошим навоз. У нас есть обона фирмы прицеп-ворошитель. Ворошится этот навоз два раза. И в течение трех месяцев он уже перегнивает. Мы отдавали протоколы и получили отходы пятого класса, которые можно вносить сразу на поля. И кооператив нам помогает вывозить навоз на земли его пайщиков. Также у нас в Развильном есть предприятие, занимается растеневодством. По договоренности условные излишки навоза они забирают и разносят по своим полям. А по экономике можно вопрос? У вас сколько с бычка вы получаете прибыли? В районе 10-15 тысяч. Поменьше чем? Может поменьше, потому что мы и закупаем это по дороге. И нет своих полей. У нас кормовая база приобретаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова